На нашей планете с вами живет почти, уже даже больше, 6 миллиардов человек. И найти вот в таком действительно юном возрасте, они очень молоды, свою вторую половинку, а в этом я не сомневаюсь, что вторая половинка, потому что то, как Павел глядит на Наталью, а она в ответ на него, это, конечно, в общем-то, дорогого стоит. Так вот, найти свою вторую половинку, это, конечно, большое счастье. То, как вы друг на друга смотрите, то, как вы друг с другом разговариваете, то, как вы друг друга берете за руку, было всегда. Нужно это научиться беречь, научиться это ценить и понимать, что это вот и есть самое дорогое в жизни. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас все вместе выпили за то чувство, которое нас сегодня с вами здесь собрало. За чувство, которое объединило Павла и Наталью, и ради которого теперь хочется жить, творить и быть самым счастливым человеком на свете. Друзья мои, первая мысль Натальи, когда она впервые увидела Павла. «О, Боже, какой красавчик! Хочу прожить с ним всю жизнь!» Это вариант А. «У нас будут красивые дети!» Это вариант Б. «Интересно, а он богат!» Это следующий вариант. «У него очень красивая фиолетовая рубашка!» «Ну и какой-нибудь свой вариант!» «Кто попробует ответить на вопрос?» «Действительно, кто сказал?» «Молодой человек!» «Правильный ответ! У него очень-очень красивая фиолетовая рубашка!» «И вот именно это впервые подумала Наташа первый раз, когда увидела Павла». «Правильный ответ!» «Правильный ответ!» «Правильный ответ!» «То это впервые!» «Правильный ответ!» И вот сегодня от огня своего семейного очага в присутствии всех гостей, конечно, бы они хотели передать частичку вот этого пламени, этого огонечка, этого тепла, новое священное вам, Павел и Наталья, и чтобы вы этот огонь, это тепло берегли, чтобы вы его оберегали, и чтобы он вас согревал и влютые морозы, и тогда, когда на душе становятся волокси. Всего, чем у мужчины мы в жизни добиваемся, мы добиваемся благодаря тому, что рядом с нами находится потрясающая женщина, которая может нас подвигнуть на любые подвиги, ради которой и звезду с небес, и розов мороз, и все что угодно. Я вам хочу пожелать, в первую очередь тебе, Наташенька, быть мудрой женщиной. Это приходит с годами, может быть не сразу, но очень надеюсь на то, что с годами все будет именно так. Ну а тебе, Паш, действительно, сегодня в зале все мужчины с вами согласятся, завидуют, потому как рядом с тобой потрясающе красивая девушка. Береги ее, оберегай, никому не позволяй обижать вас и вашу семью, и, как говорят у нас на русском радио, тогда у вас все в жизни будет хорошо. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова